Теперь вы спросите меня, а если невыносимо жить вместе? Вот кому сейчас невыносимо вместе жить? Просто невыносимо. Есть такие люди? Вы и вы знаете, знаете, что выход есть. Я вам сейчас его расскажу. Веды объясняют, что люди, близкие, муж и жена, не обязательно должны жить вместе, вот так вот друг с другом, и портить друг другу жизнь. Не обязательно. Если они берут и разъезжаются просто, и начинают жить отдельно друг от друга, при этом считая друг друга мужем и женой, то они в этой ситуации, в которой вы находитесь, поступают совершенно правильно. Потому что сердца их остывают в это время, они друг к другу начинают лучше относиться, потому что настоящая жизнь находится здесь, а не вот здесь. Здесь. И когда люди разъезжаются на расстояние, они при этом здесь остаются близко и становятся еще ближе, потому что когда есть дистанция, они не портят друг друга нервы. А молитвой можно отношения углублять в это время. Для чего люди разъезжаются? Ведах описывается, что люди, близкие, могут жить рядом или подальше друг от друга. И то, и другое называют семейной жизнью. Дети при этом не страдают, потому что папа не ушел, мама не ушла, просто чуть-чуть подальше стала дистанция. Для чего? Для того, чтобы приблизиться друг к другу, иногда надо чуть-чуть отдалиться. И вы должны объяснить близкому человеку, что я не бросаю тебя, просто я хочу улучшить отношения. Если близкий человек не понимает и говорит, я тебя брошу, это его проблемы. Его проблемы. И он за это будет отвечать. Но надо всеми силами попытаться ему это объяснить. Что надо сейчас жить на расстоянии. Смотрите, интересно, как люди живут. Они сильно хотят наслаждаться друг другом, это рождается привязанность. Что такое привязанность? Привязанность означает, или мы живем вместе, мучаем друг друга, или мы расходимся навсегда. То есть, что такое привязанность? Это сила, разрушающая семью фактически. Как она возникает? Это желание наслаждаться близким человеком. Это желание не дает вовремя отодвинуться от близкого человека, чтобы семья не разрушилась. Иногда в жизни семьи возникает такой период, когда вместе жить невозможно. Это означает, что надо жить чуть-чуть на расстоянии. Сколько времени? Не так долго. Может, полгода. И молиться за отношения. Молиться в это время. Устанавливать глубокие внутренние отношения. Когда эти внутренние отношения установятся, то карма, вот эта судьба, которая рушит семью, она перестанет действовать. Ее можно переждать, потом опять сойтись. И при этом не было измены. Не надо гулять при этом с кем-то. Некоторые люди думают, если я вместе с ним не живу, значит, надо жить вместе с кем-то другим. Вот это уже бред. Надо в своем сердце оставаться с близким человеком, но находиться на дистанции. Кто руку поднял еще? Хочу посмотреть. Еще на одного человека. Еще поднимал руку. Уже не поднимает. Вы, да. Я с вами уже поговорил. А кто еще? Ну ладно, я обычно хочу поговорить с теми, кто в теме. Потому что это все в этом случае понимают тему. Потому что тема передается через кого-то всегда. Итак, смотрите, как в личной жизни происходит. Пора заканчивать, да? В личной жизни происходит, что пора заканчивать. Смерть приходит неожиданно. Ну ладно, это была шутка. Я уже заканчиваю. Очень важная фраза, которую я хочу сейчас сказать. Смотрите, как надо строить отношения. Вам тяжело рядом. Будьте чуть подальше. Что значит чуть подальше? Можно просто договориться, что мы друг к другу выполняем обязанности друг с другом. Выполняем обязанности. Но какое-то время мы не сильно много разговариваем друг с другом. Выясняем отношения. И не занимаемся интимной жизнью. Просто выполняем обязанности друг к другу. И так чуть-чуть подальше держимся. Это дистанцирование. Обычного достаточно, чтобы все сгладилось и стало хорошо потом в жизни. Понимаете, единственное, что в семейной жизни нужно делать, это регулировать близость друг к другу. Тяжело вот на этой близости, чуть подальше. Тяжело на этой близости, чуть подальше. Еще тяжело, чуть подальше. Когда достаточно дистанция большая, увеличивается уважение между людьми. И уменьшается неприязнь. Понимаете? И опять сближение начинает идти. Можно ближе, ближе, ближе. Опять нагнетение пошло чуть подальше. Но обычно люди не могут чуть подальше. Почему? Потому что они хотят наслаждаться друг другом. Вот в этом и заключается корень проблемы. Я привожу обычно такой пример. Мы были в Индии в святом месте с женой. И чуть-чуть так повздорились с ней. И мы шли вместе рядом. И думали о том, почему так произошло. И Бог нам дал ответ. Он нам дал ответ, что надо на самом деле уметь дистанцироваться друг от друга. Знаете, как этот ответ произошел? Мы шли по полю. Было красивое такое поле большое. И там было очень много места. Такой луг большой, красивый. Много очень места. И посреди этого луга мы шли и увидели, как два мангуста, ну, муж и жена, они вот так вот по кругу бегали друг за другом и фыркали друг на друга. Большое поле красивое, никого нет вокруг. И они двое бегают друг за другом и фыркают. И мы шли на гангу купаться. Мы скупались к ганге, идем назад, они опять бегают и фыркают. Продолжают в том же духе. И мы тогда поняли, что люди, ведь места-то много в жизни, а они мучают друг другу, потому что они понимают, что можно жить как-то иначе. Понимаете, они находятся в этой иллюзии, что надо обязательно бегать друг за другом и мучить. Больше ничего не поможет. В этом заключается глупость человеческая. А если люди не бегают друг за другом, они думают, я предала его. Предательство заключается в том, чтобы бегать и мучить, а не в том, чтобы чуть-чуть подальше стать. Потому что если ты в сердце поближе, никогда твой близкий человек не подумает, что ты от него подальше. В сердце строятся только отношения. В сердце, если ты подальше отодвинулся от близкого человека, молись еще больше за отношения. Молись еще больше. Строи отношения всегда только в своем сердце. А внешне что происходит, надо регулировать с помощью приближения и отдаления. Это разумная жизнь, так она должна протекать. Если люди передержали друг к другу вот так близко, что происходит с ними? Они разлетаются так, что потом не склеишь. Или склеить очень трудно потом. Люди, когда передержали, они потом их разлетают, судьба. Она говорит, ну все, я больше к нему не вернусь. А он ждет. Она, нет, я не могу, все. Почему? Потому что она перетерпела. Этого делать не надо. Это я чуть-чуть так какие-то моменты сказал. Вообще тема бесконечная. Я сказал самые главные вещи, самые ценные и самые важные. Хочу вам сказать также, что в Москве я сейчас читаю семинар большой по семейной жизни. Не знаю, когда он закончится. Он начался где-то год назад. Я раз в месяц читаю лекции. И вот уже, наверное, лекции 10, наверное, и 12 я прочитал. И все закончить не могу. Потому что тема очень большая. Мы с вами за одну лекцию, как бы все по верхам пробежали. Но для чего я эту лекцию прочитал? Для того, чтобы тем, кто особенно пришел первый раз, чтобы было представление о том, что это не просто семейная жизнь. А теперь я сейчас вам скажу очень смешную вещь. Через тех, кто пришел не первый раз. Скажите, кто начал понимать, что такое семейная жизнь, после прослушивания 20 лекций по семейной жизни примерно? Смотрите, сейчас будет еще смешнее. А кто прослушал 40 и все равно не понял? Видите, даже такие есть. Смешно в чем заключается? В том, что тема глубокая, надо изучать. Может быть, те, кто 40 прослушали и не поняли, подняли руку, чтобы меня поддержать. На самом деле, я уверен, что много из них, тех людей, которые сидят в этом зале, уже изменили свою семейную жизнь. Сейчас мы проверим это. Статистика – это энергия Бога. Смотрите, все очень просто. Я никого не вынуждаю. Кто из вас до прослушивания лекций не знал, как сохранить семью? Она разрушалась неизбежно. А сейчас в семье все хорошо. Поднимите руку. Смотрите в зал. Видите? Это удивительно. Это удивительно. Значит, знание – это огромная сила. Она спасает нас. Знание спасает нас.